Добрый день, любители видеомонтажа! Сегодня я хочу показать, как можно в программе fmpeg сделать эффект бегущей строки. Данный эффект востребован в онлайн-трансляциях и новостях. В качестве фона я буду использовать вот такую картинку newsline.jpg. И также я создал текстовый файл text.txt. Дело в том, что в качестве ввода для фильтра DrewText можно использовать как текст, так и текстовый файл. Но когда текст очень большой, вставлять его в командную строку не очень удобно, поэтому разумнее использовать в качестве ввода текстовый файл. Давайте перейдем к шаблону. Данную опцию я объяснял в одном из предыдущих видео. Здесь появляется опция box. Это фон. По умолчанию цвет фона белый. Также вместо текста я использую текст файл. Дается к нему абсолютный путь. Все берется в единичные кавычки. И с помощью слэшей избегается разделитель и слэша, чтобы fmpeg не читал вот эти символы как разделители и прочие команды, а воспринял опцию как единое целое. В качестве отступления по оси Y я указываю некоторую функцию. Это просто означает отступить 10 пикселей снизу. И в качестве X я использую некоторую функцию, которая собственно и делает эффект бегущей строки. Здесь указан смещение, временной интервал, скорость и прочие параметры. Дело в том, что данная функция нигде не задокументирована. Существуют разные варианты этой функции, как можно добиться эффекта бегущей строки. Я оставлю их в описании. В данном случае я использую вот такую функцию. Параметры кодека я объяснял. t60 означает рендерить видео одну минуту и имя моего файла. Давайте создадим и посмотрим как это выглядит. Скорость кодирования зависит от параметров кодека, от мощности вашего железа, от сложности графических эффектов. У меня компьютер достаточно старый. Также очень старая видеокарта, которая не поддерживает технологию от NVIDIA. H264 NVENG. Аппаратное ускорение кодирования видеокартой. То есть, видеокарта помогает именно кодировать фреймы вашему центральному процессору. ФМПЕК очень хорошо оптимизирован для мультипоточности. И чем больше у вас физических ядер участвует в кодировании тел, он быстрее закодирует информацию. Указывать количество ядер можно с помощью опции ЧРИД. Но по умолчанию ФМПЕК сам использует все доступные ядра. Это очень качественно сделанная программа. И мой любимый видеоредактор. По крайней мере на сегодняшний день. Кодирование завершено. Давайте поглядим, как выглядит наш видеофайл. С помощью целого числа, стоящего перед N, Целое число звездочка N. Можно задавать скорость бегущей строки. Чем больше число перед N, тем будет быстрее бежать ваша строка. Но появится эффект Тирлинга. Как бы это сказать, она будет Немножко рябить, не очень плавно будет. Поэтому я выбрал Такую скорость, которую Удобно читать. И которая приятна глазу. Надеюсь, видео было вам полезным. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok